Нас ждет сегодня интересный день, поэтому я не буду затягивать. Погнали! Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали. Сегодня новый выпуск, это влог. Нам сегодня с вами предстоит быстро попить чай, поиграть в футбол с пацанами, попробовать получить различные документы на Миронечка и, конечно же, приготовить вкусной еды. В общем, погнали! Почти каждое утро с пацанами выходим во двор пинать в пол. Ну давай! У нас, значит, продолжается эпопея с документами на Мирончика. Я сегодня запланировал это сделать, значит, полис обязательного медицинского страхования и также выпустить СНИЛС. Вот сначала я поеду, сделаю СНИЛС, если у меня все получится. Получается, его нужно получать в пенсионном фонде. И потом оттуда уже поеду. Это как бы разные такие концы, но, тем не менее, это нужно сделать, как говорит Настенька, обязательно. Поэтому погнали! Ну и, конечно, как всегда, куда бы я ни двигался в Краснодаре, всегда пробки, всегда стоишь. И вот мне ехать буквально до пенсионки 5 километров, но ехать я буду минут 25. Первое, что нам нужно, основное было сделать, это получить СНИЛС. Мы уже получили свидетельство о рождении. Кто не смотрел этот выпуск, обязательно гляньте, я оставлю ссылочку в описании. Тоже было достаточно интересно. Значит, СНИЛС. Мы с Настенькой загуглили, где в Краснодаре получить СНИЛС. Это пенсионка, нашел самую ближайшую и поехал туда. Я когда туда приехал, пенсионного фонда, я там не нашел, но зато нашел большое здание, в котором находилась МФЦ. Я думаю, да, я зайду в МФЦ и спрошу. Зашел в МФЦ, спросил и у меня получилось. Дали мне, короче, талон, сказали час ожидать. Вообще, посмотрите, здесь такой огромный, огромный МФЦ. Просто охренеть какой большой. Ну, ребятки, это получилась чудо-поездка. Я искал одну организацию, именно пенсионный фонд, попал в другую и оформил все, что мне нужно было сделать. Сейчас я доберусь до дома и вам расскажу, что мне дали, что я оформил и так далее и тому подобное. Думаю, что многим это пригодится. Так, ребятки, я еще вам предлагаю сегодня вместе с нами приготовить ужин. Я зашел, купил 4 куска антрикота свиной. Сейчас буду мариновать. Еще тут наши женщины купили яблоки по 50 рублей, груши по 30, это все домашнее. Шпинат, кинза, сейчас тоже маринад пойдет, помидоры. Конечно, мы очень скучаем по дагестанским помидорам, потому что это местно, они так себе, конечно, огурцы. И что мы еще взяли? Ну, и виноград тоже дешевый, по 60 рублей, не знаю, килограмма-полтора, наверное, может быть два. Так, для того, чтобы замариновать, мы будем использовать, ну, соответственно, мясо, соевый соус, чеснок, лук и вот такую приправу. Кстати, приправа обалденная, 100% натуральная и не содержит соли. Вот прям, если видите вот такую компанию, то прям рекомендуем 100%. Перемешал, сейчас чуть-чуть к тарелочке накрываем и пусть маленько постоит, помаринуется. Ребятки, самый-то главный ингредиент, шашлычок наш, я забыл, это, конечно же, кинза. Ну, вот теперь другое дело, осталось перемешать. Так, что у нас на гарнир? Картошка, сюда растительное масло, приправу, которая показана, которую мы добавляли в мясо, соль, все это дело мешается, вот так вот, да. Все, тоже чуть-чуть она прям маринуется, пока маринуется, поставим духовку на разогрев. Думаю, минут 30-40 будет ему достаточно и сядем ужинать. Ну, а пока у нас готовится ужин, давайте я вам расскажу, что я сегодня успел сделать и как вообще так получилось. Пожалуй, мне повезло с той девчонкой, которая принимала мои документы и дала мне консультацию, поэтому этим опытом я готов с вами поделиться, потому что считаю, что это ценно. Мы сколько гуглили, минимум, что находили. Итак, первое, ребятки, я получил снилс. Сейчас нового образца он выглядит вот так. Это просто бумага А4, на которой есть печать, прописан фамилия, имя, отчество ребенка, соответственно, номер снилса, место рождения, пол, дата регистрации в системе индивидуального учета. Вот. Стоит подпись и документ подписан электронной, квалифицированной электронной подписью. Вот. Вот так вот теперь выглядит снилс. Не та карточка, к которой мы привыкли видеть и которой мы привыкли пользоваться. Нет. Теперь это вот так. Еще на сегодня задачка, как вы помните, я уже говорил, это получить полис обязательного медицинского страхования. Да, действительно, он все равно нужен. Я тоже нашел, это воспользовался альфа-страхованием, и это, в принципе, недалеко от дома, но другая сторона. Мы живем здесь. Пенсионку, которую я нашел, была на юге, а ОМС-ка была чуть выше, то есть северной. Так вот, когда я стоял на стойке регистрации, так называемой, я спросил, а у вас можно сделать ОМС? Она говорит, нет, у нас нельзя. И я тут такой в доле секунды понимаю, ну ладно, окей, поеду туда. Она говорит, у нас за стенкой можно. Я такой, ничего себе. Здорово. Итак, учитывая, что мне в очереди сидеть было целый час, я спокойно пошел за стенку, вышел и пошел оформлять ОМС. В общем, здесь, я понял, в этом же, назовем это ТЦ-шкой, можно сразу подать на ОМС. Здесь где-то следит альфа-страхование. Сейчас, короче, сразу все пойду сделаю. В общем, попал я на обед. Пойду здесь стоять в очереди, а дальше полис тогда уже. И да, у меня это не получилось сделать, потому что они закрылись на перерыв, и я пошел, чтобы не пропустить очередь, в зал ожидания и начал ждать свою очередь. После того, как меня вызвали, я подошел, оформил СНИНС, мне его выдали. Меня ждала еще приятная такая новость, что меня она просто спросила, а ИНН будете делать? Я такой, о, точно. ИНН. Делаем. А еще заодно подал данные на ИНН. ИНН. Буквально 5-10 минут, и ИНН готов, представляете? То есть, он прям готов. Мне дали вот расписку в получении документов, срок исполнения 28.09. Я туда приезжаю и получаю ИНН на Мирона. Круто! И это, смотрите, это сразу я делаю в одном окошке. А возможно, он будет готов раньше, то есть, мне придет смс-соведомление, и я приеду получить ИНН. Не знаю, как сейчас выглядят новые ИНННы, есть ли они, возможно, тоже будет какая-то вот такая вот бумажка. Ну, не знаю. Ладно. Кстати, кстати, что касается СНИЛСа, я спросил, а если она порвется, потеряется, она говорит, можете заламинировать? Вот я думаю, что заламинировать действительно стоит. А еще эта девчонка меня спросила, а что-нибудь еще будете оформлять? Я такой, а что можно? Она говорит, ну, например, в садик на учет встать. Я такой, а, нет, нам это не надо. А что еще можно? Она такая, ну, пособия какие-то. Я говорю, о, а какие? Давайте посмотрим. И она мне, ребятки, представляете, выдает вот такую вот пачку бумаг. Вот тут, смотрите. Вот так вот. Совсем перечень, что нам необходимо собрать. И, наконец-то, мы поняли, чтобы какие-то пособия нам оформить, нам не обязательно ехать по месту прописки. Нам это можно сделать все в Краснодаре. Просто собрать весь пакет документов. На каждое пособие она указала, что нужно сделать. А именно, смотрите, я давайте вас тоже немножко так ознакомлю. Назначение и выплата пособия на ребенка. Я суммы здесь, к сожалению, не знаю, но вот она так называется. Можете загуглить, здесь есть код услуги 11.112. Вот это прям загуглить. Это то, что положено на нового ребенка. И также здесь еще есть вот, например, код услуги 11.81. Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты многодетным семьям. Что касается суммы, я тоже не знаю. Она сказала, что там какая-то прям небольшая-небольшая, совсем мизер. И нам дадут как раз свидетельство, корочку, что мы многодетные. Это тоже мы можем, соответственно, подать в Краснодаре. Перечень документов, что нужно собрать, вот на каком листике все расписала. Далее, код услуги 11.157. Назначение государственных пособий гражданам, имеющих детей. Это под услугой единовременное пособие при рождении ребенка плюс ежемесячное. Вот. Это действительно стоит получить. Но меня смешала та тема, что там в размере, вот это единовременное пособие, в размере 19 с копейками, как она мне сказала. И если мы поедем в Подольск, смысла от этого пособия нету, потому что мы туда-сюда скатаемся, больше денег и скатаем. Поэтому смысла от этого пособия не было. Но учитывая, что можно получить в Краснодаре, то как бы, блин, прикольно. Она написала что-то то, учитывая, что мы нигде не работаем, да, у меня ИП, Настя тебя оформлено как замасанитая. Нам тут написали, что нужно нам еще что-то получить рукой. Собираем этот пакет и тоже подаем. Далее. Код услуги 11.147. Название услуги. Назначение и предоставление ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке всем при рождении третьего ребенка или последующих детей. Вот так вот. Вот такое вот пособие. Здесь почему-то прям на двух листах. Декларации плюс самозанятые. Вот да, то, что мне нужно предоставить им. Самое, что важно, ребятки, что вот это вот все, вот это вот все, все услуги, которые мы, на которые, естественно, мы тоже подадим, делается одним днем. Приходим, возможно, окошечко по очереди, все документы просто сдаем и нам это все оформляют. Вот. В этом, конечно, я был приятно удивлен. Но после того, как я поговорил с этой специалисткой, все получил, все разузнал, естественно, я отправился делать ОМСКО. Конечно, в ОМСКО я тоже постел уже в очереди, порядка, наверное, минут 30. Живая очередь. Один сотрудник только в офисе принимал. Соответственно, была общая очередь и на получение уже готовых полисов, и на, то есть, первичную подачу документов. Мне, значит, дали временный полис. Он выглядит вот так вот. Синя такая. Синий листочек, соответственно, уведомление. Когда будет готово, заканчивается 16 ноября, это заканчивается временный, а в течение максимум 45 дней будет готов уже официальный, и мне предложили сделать стандартный бумажный полис, либо пластиковую карточку. Но учитывая, что у нас у всех членов семьи бумажный полис, я не стал делать пластиковую, чтобы ничего не потерялось, чтобы был единым файлом, да. Я заказал по-старому бумажный полис. Правильно я сделал, неправильно. Особых отличий, как я понял, нету, только внешний вид, поэтому, как говорится, постариночный. И самое, что классное, я попросил эту сотрудницу, полис, когда будет готов, направить не в этот адрес, где я оформлял времянку, а именно туда, про который я вам рассказывал, который северний, то есть возле дома. Она сказала, да, действительно, это возможно. И в уведомлении так и написал этот адрес, чем я тоже был приятно, удивлен. Ну, походу, что касается документов, это сегодня был мой день. Прошло 40 минут, как там все готовится, поэтому отключаем, чик, чик, и пусть доходит, а пока сделаем салат. Пацаны, вам салатик сделать или просто нам нарезку? Нарезку я же сказал. Да. Хорошо. Вот я про что говорил, про кубанские помидоры, вот они какие-то все вот такие вот, вот такие вот, то ли делаем дагестанские, берешь, там такой запах, разрезаешь, такой кайф. Согласны со мной? Напишите в комментах. Вот такая красота получилась, с кинзой, кайф. Настенька сказала, не будет салат, ну, а дети, вы сами слышали, попросили нарезочку. Так, ну что, я думаю, что там по-любому все готово. Так, выпускаем пар, чтобы нас не обожгло. Вот это запахи, друзья, вот это запахи. Посмотрите, какая красотища у нас и вышла. Мясо, кусок. О, красота какая. Класс, сейчас будем накладывать. Пацаны, заслону, и идите. Все, ребятки, нам приятного аппетита, будем кушать. В общем, вот такая вот еда у нас сегодня получилась. Ну, Стенка, как тебе? Здорово. Здорово. Пацаны, присаживайтесь, давайте. Здравствуйте. Откуда зелень? Кушайте, выросла у тебя в мясе зелень. Кушай огурчик, приятного аппетита. Это у нас уже так традиционно перед сном делать всякие большие штуки. О, нет, так не будет. Вот так вот, Родион. И винтоводуш, смотри. Слушай, а почему не видно реально? А почему не видно вот в треи? Вот я делаю вспышку, а не видно, да? Да. Странно так. Ну, все, ладно, спокойно. Смотри, я как-то пудел. Видео. Лям, 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 лям. Кто же? О, нет, я убегаю. Очень интересно, что тень на видео не передается. Какой-то, вот там есть тень, тут нет тени. О, нет, надо спасаться. Все, парни, все, давайте байнем. Родион, все, давай быстро в кровать. Я тебе еще больше. Ну что, все спать уложены. Я немножко работаю еще и тоже иду спать. А вам пока. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok